Для каждого жителя нашей страны по-настоящему значимые праздники можно перечесть по пальцам. День рождения, Новый год и, конечно, День Победы. Ведь без этого дня не было бы славной истории Великой Державы. В Ленинском районе праздник традиционно отмечается широкими гуляниями во всех поселениях. В городе Видное 9 мая началось возложение цветов к вечному огню на Аллее Славы. Подробности этого дня в репортаже Юлии Погосян. День Победы Праздник, который в нашей стране всегда имел особый статус. Сейчас, когда мы все еще имеем возможность соприкоснуться с историей, живых рассказов ветеранов, этот день проходит особенно трогательно. Все внимание на людей, чьи судьбы были изменены этой страшной войной. Те ветераны, которые еще живы, которые еще с нами, которые дают возможность нам помнить о тех временах, тяжелых временах войны, которые дали возможность будущим поколениям жить. И в этот прекрасный день праздновать этот замечательный праздник, конечно, они достойны еще, может быть, большего уважения, большего внимания. И сегодня и дети, и военные, и в сушителье Ленинского района чествуют наших ветеранов и говорят им приятные, добрые слова. Казалось бы, слова благодарности в этот день должны слышать лишь люди, защищавшие нашу родину и те, кто вместе с ними пережили голод и угнетение. Но побывавшие на полях сражения говорят спасибо всем ныне живущим и незабывающим об их подвиге. За Ивана Косарева говорит его внучка Людмила. От нас, от него и от нас, от всех, от нашей семьи благодарность вам большое. Дай Бог вам здоровья, всем счастья, благополучия, всего самого наилучшего. А кто-то желал рассказать свою историю жизни. Из первых слов, не дослушав вопрос, говорил о тех временах. Евгений Османов попал на фронт, когда ему не было и 18-ти. В совершеннолетие он справлял уже в кругу боевых товарищей. Он служил радиотелеграфистом в зенитно-артиллерийской дивизии. И в 45-м защищал мост через реку Висла. 9 мая ветеран вспоминает с гордостью. Мы в Варшаве были, война окончилась 9 числа. Салют давали на окраину Варшавы. А война уже пошла дальше. Нас оставили охранять мост. Пап, спрашивают, как народ встречал, воспринял, когда сказали. Встречали победу, вышли на эти, салютовали их, радовались. А потом уже начали, у нас девушки были сюда, быстро начали расформировать, уехали в Россию. Про День Победы написано немало книг, спета песен и сложено стихов. Любой из жителей России знает историю этого праздника. Но важно не просто выучить, что написано в школьной литературе, а прочувствовать сердцем благодарность ветеранам и ценить сделанное имя. В 1945 году наш советский народ совершил невозможное. Мы победили вот эту фашистскую чуму. И вот эта память об этом дне, она должна как можно дольше и дольше сохраняться. Пока мы помним наших героев, пока мы чтим их память, мы будем непобедимы. Самый-самый лучший праздник для нас особенно, как мы пережили эту войну, очень трудно. Я на трудовом фронте была, и раненые были, и все под Москвой были здесь. Когда подходил немец к Москве, я была здесь. Продолжился праздник в тенах кинотеатра «Искра». Здесь все желающие, а главное ветераны, смогли посмотреть Парад Победы с Красной площади, который транслировался на большом экране. После поздравить всех присутствующих с 9 мая на сцену вышли представители администрации и Виновского благочиния. Мы будем помнить всегда подвиг нашего народа, будем хранить его, и память об этом подвиге будет и укреплять нас, и ободрять нас, и подвигать нас на новые подвиги и победы. Это день победы, поля пропал, это праздник, это радость за слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мы родились, когда все было в прошлом, но как нам близко то, что пережили ветераны, мы помним это и чтим. Подтверждение тому многочисленные люди, которые пришли 9 мая на празднование Дня Победы. День победы – это особый праздник, и хочется в этот праздник поздравить наших ветеранов, пожелать им здоровья. И память будет жить в наших сердцах вечно. Приятно видеть улыбки на лицах, ленточки даже у малышек. Это самый главный день в нашей стране, наверное. Поэтому поздравляю от всей души всех ветеранов и вообще всех, 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 всех. Поистине радостное настроение царило у всех, кто пришел на праздник. Люди танцевали и подпевали артистам. А улыбки на лицах ветеранов были схожи с теми, что мы видим на картинках того самого Дня Победы в 1945 году. И традиционная полевая кухня была организована, как всегда, у кинотеатра «Искра». Очень вкусно. Еще одними героями этого дня стали дети. Поздравить ветеранов с победой пришло много ребятишек. Конечно, это не может оставить равнодушным. Собственно, ради них и сражались за свободу наши предки. Их благодарность – лучшая награда ветеранам. Спасибо! 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 Пятерки! 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 Будьте здоровы все! Чтоб пятерочки были! Я думаю, что все должны любить свою родину, должны любить этот праздник и говорить спасибо ветеранам за то, что мы сейчас живем в такое мирное время и все у нас хорошо. Наши деды и прадеды нам подарили жизнь, потому что благодаря их непобеде мы сейчас живем, и у нас светлое небо над головой. Девятое мая прошло, но важно всегда сохранять в своих сердцах это трепет и уважение к ветеранам, которые мы испытываем в День Победы. Ведь этим людям больше ничего и не надо.